Американский футбол Это защитные вставки на шорты, бутсы, печатки Вот мне интересно, почему американский футбол? Это же, насколько я помню из фильмов, достаточно жестокий вид спорта, нет? Ну, я думаю, что это все-таки стереотип Достаточно интересный такой контактный вид спорта Очень многие думают, что это травмоопасный На самом деле он не входит даже в десятку травмоопасных видов спорта Серьезно? Конечно Игроки настолько защищены, что никаких вопросов не возникнет Там еще просто возле каждого человека, еще человек по 10, который предотвращает травмы Скажите, пожалуйста, Алексей Многие люди путают регби и американский футбол Какие есть принципиальные отличия одного вида спорта от другого? Принципиальные отличия, во-первых, количество игроков может быть разное Правила совершенно другие Ну и самое основное, наверное, отличие в том, что в американском футболе есть экипировка Которая защищает тело игрока А в регби такого нет А вот наверняка регби как раз-таки в десятку травмоопасных видов спорта и входит Ну, можно так сказать Скажите, пожалуйста, сколько вообще людей у нас играет в американский футбол? В Кыргызстане, если вот взять всех любителей, всех ценителей На данный момент существует только одна команда, в которой числится 25 человек Так, в Штатах на игру заявляется до 60 человек Люди приходят, люди уходят, некоторые остаются Для кого-то это спорт на всю жизнь Кто-то занимается этим 10 лет, кто-то занимается месяц, полгода бросает А что вот нужно для того, чтобы почувствовать себя вот членом этой команды? Во-первых, что нужно для того, чтобы начать играть в американский футбол? Возраст первоначально, игрок должен быть старше 16 лет Физические данные желательно, какое-то спортивное прошлое Так, в принципе, желание, дух, физическая подготовка А вот скажите, пожалуйста, вы организатор команды То есть как вообще возникла такая идея, почему американский футбол? В 2002 году Джим Келли, это человек, который популяризирует американский футбол по всему миру Вышел на контакт с Американским университетом Центральной Азии И у них было решение создать команду при АУКе Дальше развивалось, это в один из годов приехала даже команда со Штатов Которая подарила экипировку, с чего, собственно, все и началось Ну вот вы говорите, что это не такой травмоопасный вид спорта Но, однако, шлем выглядит вполне внушительно, следовательно, есть от чего защищаться Конечно, у каждого игрока на поле есть свой шлем, который производится столкновение Ничего страшного в этом нет В основном все травмы, как и в любом другом виде спорта, они по глупости происходят Но у нас есть женская команда? Женской команды нет Почему, на ваш взгляд? Потому что девушки все-таки избегают подобных травм Или это все-таки чисто мужской вид спорта? Возможно, насколько я знаю, в нашей стране вообще женский вид спорта как такого особо не развит Хотя вот в России, в Штатах очень развито и женский американский футбол И сейчас вот в России набирает уже более 10 команд по всей России именно женского американского футбола Я думаю, скоро, в скором будущем Вы сказали, 10 команд женских, наверняка мужских команд еще больше В Кыргызстане всего лишь одна Против кого вы играете, как вы тренируетесь? То есть вы против воображаемого соперника или все-таки как-то делитесь? Находите людей, которые в американский футбол играть вообще не умеют и вот их как-то обыгрываете? В команде Казахстана, в Казахстане есть три команды С России к нам приезжали ребята пару раз со Штатов Вот в прошлой осенью буквально приезжала даже команда с Эмиратов Поэтому игры насыщенные, планы у нас большие Главное сейчас набрать побольше таких игроков, которые будут гореть на поле То есть получается, что у вас есть тренер и вы в принципе вполне конкурентоспособны на поле? Да, да Это замечательно, мне кажется То есть несмотря на то, что у нас одна команда, вы соревнуетесь, то есть вы друг друга как-то поддержите, меняетесь И вы являетесь слабой стороны своих игроков Конечно И соперников, конечно же Есть какие-то международные соревнования, где вы можете принять участие? То есть лиги, я так понимаю, из-за того, что команды только одна нету в Кыргызстане Возможно, вы и в Казахстане принимаете участие? Есть центральная азиатская лига, которая существует два года, в которой входят команды Казахстана и наши Кыргызстаны Ух ты Вот скажите, пожалуйста, все-таки для того, чтобы, допустим, начать играть в обычный футбол, нужно просто пойти и купить кеды А здесь мы видим и экипировку, это достаточно дорогой вид спорта или нет? Ну, если так разбираться, да, достаточно дорогой, но плюс нашей команды в том, что у нас есть собственный склад с подаренной формой со штатов То есть игроку, который приходит в первое время, ничего не нужно покупать, достаточно иметь бутсы, все остальное, шелдер, каску, мы все подарим, все обучим, дадим попользоваться А вот мы с Романом сегодня с утра говорили о том, для чего вообще делать зарядку, зачем заниматься спортом Если мы говорим об американском футболе, то на что идет нагрузка и на что благотворно влияет данный вид спорта? Как и любой вид спорта, это самочувствие, это настроение, это дух, адреналин, азарт Очень много положительных эмоций То есть, насколько я понимаю, это еще плечевые мышцы, да, руки вот сильно должны быть развиты, нагрузка на ноги Ноги, спина, это основные, также руки у нас У нас есть разные позиции с разными, скажем, такими способностями Есть игроки, которые маленькие, но при этом юркие, либо есть большие такие гиганты, которые защищают своих игроков Поэтому найдется место каждому, как маленьким спортсменам, так, но при этом шустрым, но большим То есть, в принципе, не обязательно быть высоким плечистым, можно быть маленьким, но шустрым Конечно Ну что ж, замечательно, я думаю, что, возможно, после нашего эфира к вам поступят заявки от ребят, которые захотят себя проявить в данном виде спорта Скажите, вот, как часто происходят у вас тренировки? Бывали вообще травмы или нет в процессе игры? Все-таки мы хотим вот выяснить Тренировки у нас сейчас проходят три раза в неделю, это среда, четверг, суббота Травмы, конечно, за эту историю были, но, в принципе, это незначительные Там плечо, у кого-то нога потянулась Один раз был перелом, но... Это стандартная практика, получается, ничего особенного такого, сверхопасного Да, конечно Мне больше интересует, как ваши родители отнеслись к тому, что вы выбрали данный вид спорта? Абсолютно спокойно То есть они не боялись за то, что вы можете... Первое время были какие-то опасения, но как только они пришли на первое соревнование, посмотрели, насколько это интересный спорт Дух, вот этот вот братство, азарт, они все целиком из-за А каким образом вы набираете людей в команду? Это ваши друзья, может быть, братишки? То есть, как получается, что вы заражаете их любовью к данному виду спорта? Ну, мы стараемся искать народ вообще повсюду и в то же время в соцсетях, через знакомства, через людей, как только не находим А есть ли какие-то чирлидеры или фанаты вашего клуба? На данный момент нет, раньше были у нас, к сожалению, они выросли и разошлись, но мы наберем новых Ну что ж, девочки, место ваканта, можете обращаться, я думаю, что здорово будет, если у нас все будет по аналогу западных спортивных клубов Вообще было бы круто Ну, и я напомню для тех, кто пропустил момент представления, обращаться к Алексею Назарову, организатору, можно сказать, спортивной команды по американскому футболу в нашей стране Вам спасибо большое за то, что вы пришли, и можно вот шлем потрогать? Что я здесь еще поставил? Достаточно тяжелый Ну, а то ж Ну, если вы готовы к вызовам судьбы и готовы к тому, чтобы толкаться, как в нашем общественном транспорте, вам в американские футболы Обращаемся ко всем нашим телезрителям Утро лайв продолжается, никуда не уходите